День физкультуры и спорта 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 Командная скорость. Да, может, кто-то и бежал. Там тоже были блохины. Бежали все. Но, извините меня, сейчас командная скорость. Мышление быстро. Можно быстро бегать, а думать медленно. И ты будешь медленным игроком считаться. А можно на средней анкерной, как говорят в футболе, скорости. Но быстро думать, быстро решать задачи. Все вовремя. Когда голова на плечах, и добиться можно очень большого. Леонид Семенович, вот учитывая тенденции современного футбола, как сейчас проходит отбор в вашу школу? Какие параметры, на что вы смотрите в первую очередь? Ну, в первую очередь смотрим на медицинскую справку. Это без нее все. И даже у меня язык не поворачивается говорить, что отбор, набор. Набор идет в школу. И был все время, и 15 лет уже я директором школы. Набор у нас был. Мы приглашали всех. Что для этого? Желание вашего ребенка. Но сейчас, сейчас, вот меняется ситуация. Вот даже сегодня я только с оперативки, только это все. Ну, элементы отбора уже надо включать, потому что не могут быть команды по 25 человек, 30 человек. Если на поле, на маленькую площадку, на полплощадке выходит 30 человек, это команда, и один тренер, то ничего не получится с этой командой. Ну, может. Сколько вы набираете в один класс, получается? Ну, в одном классе у нас до 22 человек. 22-23 там от силы. Но это с учетом того, что идут травмы, там идут все. То есть, чтобы не было превышения. И в этих классах уже мы стараемся. Мы под академией. У нас школа. На сегодняшний момент школа. Идут разговоры, что хотим переделать нашу начальную школу в академию. Но это еще вопрос будущего. Даже, может быть, ближайшего будущего. Ближайшего. Может, я не успею выйти отсюда. Как раз должны приехать специалисты из Европы. Значит, у нас все. Футбольная академия. Да, будет футбольная академия. Там уже будет это решаться. А мы сейчас пока решаем. У нас два тренера на старших возрастах. Мы делаем так, чтобы два тренера. У одного из тренеров кто-то главный. Кто-то ему помогает, ассистирует. У него есть группа малышей еще. А в этой группе он вторым тренером помогает. Поэтому жизнь требует, жизнь заставляет. Но перейти в академию. Там другие расценки, другие понятия, другие штатные расписания. Там обязательно два-три. А еще и тренер, и еще и врач. За границей там и врач в каждой группе. И это все на виду. А у нас врач сидит в медкабинете. Потому что три поля. И за всеми. Он не может быть везде. Он только в одном месте. Но если идет. Если играют там. И то играют старшие. Когда малышня играет и там, и там везде. Врач не может распыляться. Вот когда старшие, там первенство города идет. Все, врач обязательно там присутствует на игре. Поэтому, ну, мы чуть-чуть отклонились от прямого вопроса. Но мы технично это сделали. Ну, а вообще, вот говорят, малышня играет. С какого возраста? С шести лет мы набираем деток. С шестилетних деток. Ну, кое-кто, получается, там приходит. Это вот, ну, хотим, и он хочет, ну, там, пять с половиной. Ну, пять с половиной. Я обязательно родителям скажу. Только чтоб, не видя еще ребенка даже. Просто родитель пришел в разведку. Я говорю, ну, чтоб не отбить. Самое главное на этом этапе не отбить желание. Что столкнулся. Наступили, толкнули где-то там. И ребенок затухнет. Самое главное, чтобы он, этот футбол, чтобы ему понравился с первого дня. Чтобы он горел им. Горел им, да, ему хотелось. И хотел. Играть в футбол. Тут такой вопрос, когда узнали, что вы будете у нас в гостях. Интересуются дамы. Потому что, ну, женский футбол достаточно сильно развивается, да, в последнее время. В Европе, да. Да, вот. А не было ли таких мыслей вдруг организовать класс для девочек? Мысли были. И бывший спортивный директор профессионального футбольного клуба. Томах Александр Александрович. Мне в том году там все, давай группу девочек, все. Мы набрали восемь человек, восемь человек. Тренер есть. Женский тренер. Все, 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 все. Но наша школа находится в помещении бывшего спортивного клуба. Там, ну, помещений мало. Раздевалок не хватает. Вы понимаете, в Европе другое дело. Там в одной команде могут и девочки играть до какого-то возраста. И девочки, и мальчики в одной группе могут играть. Пока малыши еще. Пока малыши, да. В принципе, играть и у нас бы не могли. Но если мы возьмем... Нужна инфраструктура. Да. А потом подрастать. Надо раздевалки. Надо туалет. А у нас с этим делом очень напряженно. Ну, и вообще, как бы говорят, что вот женский и мужской футбол – это вообще разные виды спорта. Ну, есть такое мнение, я слышал. Ну, я не думаю, что... Я, скорее скажу, мини-футбол и футбол. Да, да. Это разные виды спорта. А вот женский футбол, я был свидетелем. Помните программа «Время», еще советское время. Ну, я же большую часть в том времени прожил, поэтому и воспоминания у меня идет. И в конце программы «Время» показывают фрагменты футбольного матча, только издали. Камера издали показывает. И вопрос, диктор, как вы думаете, что это за команды играют? Ну, я думаю, ну, шведы, наверное, желтая там шведы, или бразильцы, что-то такое вот все. Ну, сам себе не это. Даже мысли не было. Да, мысли никакой. И вот камера, а момент показывают, значит, проход по правому флангу, подача в штрафной мяч, принимается на грудь. Вот там ворота за спиной, ножницами бьет гол. Красивейший гол, момент чудесный, все. Но издалека ничего не понятно, и вопрос. И вдруг камера наезжает, показывает этот же момент, это же все, женский футбол. Это женский футбол. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был директор детской и юношеской спортивной школы футбольного клуба «Металлург Запорожья» Леонид Семенович Ключик. И да, несмотря на не самые приятные запорожскому болельщику результаты любимого клуба, все равно «Металлург» чемпион. «Металлург»